Ощущение бодрости и выполненного долга. Никаких очередей задержек, даже чтобы подумать. Заходят, сразу отмечают, уже все определились с выбором. Сразу проходят Каибу. Мы всей семьей обсуждали, кто за кого. И сейчас вот шли опять, ну как так или так. У нас было, правда, какое-то сомнение, но все-таки мы определились. Катяна пришла на участок с сыном. Выбор у ее семьи один, призналась женщина. У нас единственный кандидат, и я открыто это могу сказать. Он очень много сделал для своей страны, для России, для нас, да и не только для страны, для мира. Вы посмотрите, сколько он в мире этого всего доброго сделал. Ну, конечно, есть не очень довольны, потому что не все вроде как в нашей стране делается. Всему свое время, и в нашей стране все будет хорошо. Надо только в это верить. В этом году сложный выбор на голосовании? Для вас? Для меня, да, посложнее. Без лукавства скажу, что я, в общем-то, доверяю нашим средствам информации. Фильтровать я и сам умею. Выбор непростой, но да, проголосовал, я считаю, как надо. Чаще всего на участки шли избиратели среднего и старшего возраста. Последние ждали особого подхода, говорят на участках. Они идут сюда как на праздник и ждут музыки, танцев, поздравлений. Вновь голосующий, вчера был один. Поэтому для нас была эта радость. Я приходила в школу и голосовала. Просто так, удобно. После работы пришла и проголосовала. А вы уже голосовали? Неинтересно. В этом году сложный выбор был бы лично для вас? Нет. Он уже который год несложный. Кандидатов нет, как таковых, нормальных. Из-за дистанционных форматов, голосующих очно, на участках было значительно меньше. У членов избирательных комиссий было много свободного времени. Поэтому каждого пришедшего одаривали вниманием. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.